Да, всем привет, ребята. Второй. Разбираем вторую партию турнира из Риги. Да, RTU Open. Собственно, о нем я уже рассказал в предыдущем ролике. В первом туре, напомню, сделал ничью с шахматистов рейтингом 2.150. Не самый удачный результат. Поэтому во втором туре мне снова дали против... И, наконец-то, белый цвет и возможность показать всему миру переход кони в 3. Да, соперница, уступающая в рейтинге снова. Это очень-очень молодая 15-летняя шахматистка из Республики Беларусь. Сейчас, напомню, третья в мире, вот до 15 по рейтингу. И там была призерка Чпатомира. В общем, достаточно опасная сперница. Но в данной партии Ди Бутри явно не удался. Снова сыграл Холк Конев 3. Да, Конев 3-D5, Ж3, Конев 6, Слон-Ж2, Слон-Ж4. Популярный вариант и считается, что дает неплохие шансы на уравнение. С4, а вот С6 уже не точность. То есть тут надо играть Е6. Как вот против меня он проиграл Никита Романовский в четвертьфинале нашего нокаут-турнира. И там черные либо близки к уравнению, либо вообще уравнивают. А С6 не точность, потому что у белых есть сильный и достаточно неожиданный ход Конь Е5. Обычно Конь Е5 это не точность, потому что черные просто убирают слава, а потом ходом Конь Д7 начинают этого коня подменивать. Но вот тут есть конкретный нюанс. Если Слон уходит на Ф5, а это происходит чаще всего, на самом деле самый сильный ход здесь Слон Е6, после чего у белых единственный путь к приорезу это СД, Слон-Д5 и Конь Ф3. В дальнейшем Конь С3 Слон на Д5 расположен не очень стабильно. Ну вот, а на Слон Ф5 белых здесь есть возможность получить пиарез, но для этого надо сыграть СД, СД, Конь С3, Е6. Я не буду сильно отдаваться подробностей, покажу только главную ветку до там хода 12-го. Тут вот неожиданно Ферзь начинает работать по горизонтали, и есть ход Ж4. После чего этого СНА начинают цеплять. И лучше, что черные здесь могут добиться, это сыграть Слон Су-2. Такое вот отличие на Ферзь С2, Конь Е5. Поэтому Конь Ф7, Конь А4, Конь Д8, Я Д8, Конь А4, Конь Ж4. И тут вот важно видеть, что Слон А4 в конце варианта, и на Е6 после А5 Ф3 упадет. У черных есть кое-какая компенсация, но на мой взгляд недостаточно. Получается лишнее у белых? Да, там на Е6 падает. Ну, а вот в партии Майс Пэнк очень быстро срывал ДЦ, и я, если честно, слегка расстроился, потому что, ну, вариант-то редкий. Я думал, что она будет не готова. Но оказалось, что она действительно не готова, она что-то перепутала. Хотя, на самом деле, к этому ходу ДЦ надо присмотреться повнимательнее. Уж так, Конь Ж4, Конь Ж4 практически вынуждено. И тут вроде как надо играть Конь А3. Отрекровать эту пешку. Я думаю, что Конь А3 действительно ход правильный. Б5 ответа нет всегда, из-за Конь Б5 и просвечивается Диагональ. Все свистит. Не знаю, зачем я это нарисовал. Ну вот. Но когда я присмотрелся к позиции, я увидел, как мне кажется, сильный ресурс за черных. То есть можно было сыграть Е6. И теперь на Конь С4, что вынуждено? Ферзь Д4. Это двойной удар. На Конь Е3? Да, Конь Е3 надо играть. И теперь, если Конь Е3, ДЕ. Ну, ДЕ хоть слабый, надо играть ФЕ. Но если ДЕ, то С4 и Шах. И белые испытывают затруднения. Большие. Поэтому надо играть И. Но вот тут мне не понравилось, что она может вклад убрать Ферзя. Например, сюда. То есть если Д4, то С7 или С4. И на 2-0 просто Аш5. Начать ковырять мой королевский фланг. Белых больших... А, Д4, да. Да, после Ферзь С7. Е4. Ну, да, да. И это я видел. Ложь 4, С4, С4, С6. У белых большой стратегический перерез. Но король чувствует себя не очень уютно. По крайней мере, так надо было играть. Потому что это оправдало бы, хотя бы отчасти, эту всю идею садачей С4 на Ж4. Партия она сыграла очень без робот на Конь Д7. И после Конь С4 и Е5. Тут у белых большой перерез. За счет двух слонов, 2-0, а еще последовало Ферзь С7. Не очень удачный слон. Е7 была сильнее. Просто пытаясь закончить развитие. Тут Е4. Просто нападая на Коня. И после Коня Ф6, белые вскрывают центр для двух слонов путем Д4. И тут объективно практически выиграно. У белых. Я ожидал хода 3-0, после чего есть такой сильный ответ ферзь Б3. И белые выгодным для себя образом поддерживают напряжение в центре. Потому что на ЕД слонов 4 выигрывает материал. Очень много материала. Кстати, надо продолжать вариант. Конь С5, С7. Конь Б3, слон Д8. И важно, что после Коня 1 белые успевают зацепить коня. И это лишняя фигура. А черные ничего не успевают зацепить. Да. Конь С1. Не удел. Но 3-0 не последовало. Он сыграл Л2 Д8. С той же идеей. Может быть, хоть сильнее, но мало что меняет, по сути. Ферзь Е2. Вот. ДЕ тоже дает белым небольшой перерез, но лучше поддержать напряжение. Здесь на ЕД последовало бы либо слон Ф4, либо Е5. Наверное, слон Ф4. После чего Е5, Е6. И позиция черных разрывается. Да. Неприятно. Такого не было. Сыгранная была Б5. Это единственный ход. Потому что белые уже хотят взять на Е5, потом сыграться на Ф4 и Е5. Ну или взять на Е5, потом сыграться на Ф4, сохраняя связку. Поэтому надо прояснить коня. Последовали размены. Черные чуть-чуть облегчили себе сдачу по удружению этой позиции. Но игра на два фланга А4. Начинают прищать ферзовый фланг из-за того, что черные путем Б5 создали себе слабость. Б4 надо играть? Ну, ты же не знал. Может, А6 надо было попробовать. В любом случае белый большой перерез, Б4. Ход возможен. И ферзовый А6 это вилка. На две пешки. У С6 и на А7. Защитить их невозможно. Если черные будут сейчас упор ставить, то уже игра пойдет не в пешки. На слон Д6 просто Е5. С победой. Король очень плохой. Но. Сперница моя сыграла правильно. Ферзь Е6, Ферзь А7. Но все равно белые получили, конечно, громадный перевес. Позиционный с лишней пешкой. Проходной А двумя слонами. Но хотя бы черные успели завершить развитие. Аслоны 4, 2, 0. Ферзь А6. Ну и вот после ладея Е8, ладея Ф на С1. Терез Б3, конечно, ходит не туда, потому что он только помогает белым консолидироваться. С другой стороны, даже после какого-то охота в ладе слон Ф8. Но больших шансов на спасение тут у черных не было. Тем более, можно взять на С6. В общем, какой-то тут был, компьютер рекомендовал ход. Ну, тоже, по-моему, ладея С8. Тоже очень пассивный. Но, по крайней мере, тут вроде сразу ничего не получается у белых. Потому что после ладея С1, Ферзь Б3. Ферзь будет удачно вернуться на Е2. И следующим ходом черные просто хотят, белые просто хотят выдавить черного Ферзя за Б3. Ну и чего лишняя пешка и два С1 скажутся. Ну, последовало ладея А8. Ход ничем не помогает. После Ферзь С2. Поменялись на С2. Да. Выполнил свою главную цель в партии. Поменял Ферзи. Ну, у черных очень много слабостей. К тому же их еще не получается нормально защищать. Ну, тут сказалась динамика. То есть слон Б5 с угрозой ладея С4. Где она Е8 подвисает. И действительно невероятно, как это все защищать. Последовало ладея Ф8. Ну и после ладея Е1 одна из фигур теряется. Потому что на Ф5, Ф3, слон С5 просто отход короля и фигуры висят. Поэтому она сдалась в этой позиции. Ну, скажем так, дебютная катастрофа. Конечно, сначала вот этот агрессивный 1-4 ДЦ. С идеей сыграть на какое-то удержание пешки. А потом такие вот пассивные, безыдейные ходы. Волье Конь Д7, Ферзь С7 и Е5. Они, ну, это все не может сочетаться в одной партии. Поэтому неудивительно, что белые получили граватный перерез по дебюту. И, в общем-то, правило только его не выпустить. Да, ну что, всем спасибо за внимание. И приступаем к третьей партии. Вот, а вы ставьте лайки, комментируйте. Да, всем спасибо.